Казахстан может оказаться на грани мусорной катастрофы. На полигонах страны скопилось уже больше 100 миллионов тонн отходов. Каждый житель республики в среднем за год выбрасывает 360 килограммов. Причем, если на юге страны больше пищевого мусора, то на севере в контейнеры чаще несут упаковки, то есть вторсырье. И вот, а как раз можно перерабатывать, только пока в дело идет лишь десятая часть. Но вроде бы чиновники нашли выход. С этого года запретили складировать стекло, картон и пластик на полигонах. Говорят, это единственный вариант однажды не проснуться в центре огромной свалки. Вот только как приучить казахстанцев сортировать мусор? Складывать все по разным корзинам. Многочисленные эксперименты не приносили результатов. А разбирать на заводах тот мусор, что выбрасывают сегодня, бизнесмены говорят, дело невыгодное. Много вопросов вызывают и новые правила. Ведь запрет на выбор стекла, пластика и картона действует уже месяц. Но кто и как контролирует? Юлия Яскевич задумалась, а не выбросят ли здравые идеи правительства в корзину? Меня зовут в инстаграме Медиуева. Здесь я пишу на тему экологии, пишу, как сортировать отходы. Бота Медиуева сортирует отходы сама и готова научиться этому других. Например, нас. Вот, соберите, пожалуйста, макулатуру. А я соберу бутылки, мы их сдадим. Кажется, это легко. Коробки и обертки в один многоразовый пакет, бутылки в другой. Но свой мини-склад есть не только у стекла и макулатуры. Сортируют в этом доме и пластиковый мусор, и даже таблетки. Их тоже нужно правильно утилизировать, говорит Бота. Хотя начать можно и с более легкого. С картона, с макулатуры, это самое легкое, самое простое. Его и мыть не нужно. Ну, главное, чтобы он был чистым. С макулатуры и с бутылок. Четыре месяца назад Бота поняла, что не хочет участвовать в загрязнении планеты. В магазины начала ходить со своим пакетом, в кофейне со своим стаканом. Так мусора стало меньше. Но эти отходы, что появляются, девушка сортирует и сдаёт на переработку. И не важно, что таких, как она, единицы на целый город. Хоть и это капля в море, но капля камень точит. И с каждым годом всё больше и больше заинтересованных людей появляется. Меня очень расстраивает ситуация в мире, что погибает очень много животных. Хотя это не от них зависит, что мы используем пластик. И я хочу повлиять, хочу повлиять на эту систему. На систему должен был повлиять новый запрет. В Казахстане на полигонах уже месяц нельзя утилизировать пластик, стекло и бумагу. Такие отходы нужно сортировать и перерабатывать. Но что-то явно идёт не так. Проблема в том, что контейнеров для раздельного сбора мусора нет почти нигде. А ехать с бутылками и картонными коробками в соседний район или даже город мало кто готов. Но если отходы сортировать, в итоге они всё равно могут оказаться в одном мусороводе. Но только не в Астане. Это обычное утро в обычном жилом комплексе. Только вместо типичных мусорных баков здесь яркие контейнеры. Жёлтые для сухого мусора, который можно переработать. Зелёные для мокрого. Вот и первые сознательные граждане. Мусор всегда сортируем. Бумаги отдельно, стекло отдельно. И всякое всё отдельно. Пластика тоже отдельно. Но раскладывать мусор по разным бакам по силам не всем. И в контейнерах для электроотходов находят, например, пустые бутылки. Получается, для экологической сознательности есть всё. А вот её самой почему-то нет. Учим, говорим. Сюда коробку, бумагу, банку. Пластиковые отходы кладите, говорим. Жители много не сортируют. Хотя здесь наклейки есть, какие виды мусора нужно выкидывать, жители не смотрят. Кидают всё подряд. И два вида мусоровозов тут, конечно, ничем не помогут. Белые, в которые должны быть стекло и бумага, привозят на мусороперерабатывающий завод пищевые отходы. А вот такие непригодны к повторному использованию картон. Мусороперерабатывающий завод в столице – один из крупнейших в Казахстане. Сюда каждые сутки привозят тысячу тонн отходов, которые здесь превращают в доходы. После того, как мусор выгрузили, его отправляют на сортировку. Делается это вручную. То, что можно использовать снова, отбирают. Сейчас стоим на линии ПЭТ. Это баклажки из-под воды, сока, напитков. Их моют и прессуют. А затем наступает настоящее технологическое чудо. Мусор становится гранулами, а уже они – новым товаром. Макулатура тоже идёт в дело. Из неё получают, например, эковату. Но готового к переработке сырья мало из-за того, что кому-то трудно положить бумагу в нужный контейнер. Остаются желать, конечно, лучшего. Поступают отходы в очень таком смешанном виде. Вы понимаете, что пищевые отходы – это абсолютно мокрая фракция. Та же бумага, тот же картон, он когда уже вымокает в контейнерах, он уже не пригоден ни для чего. Из всего казахстанского мусора перерабатывается только десятая его часть. За прошлый год в стране появилось более 4 миллионов тонн отходов. Почти всё оказалось на полигонах. Этот мусорный полигон в Семее открыли почти 40 лет назад. Он занимает 70 гектаров. Здесь десятки лет будет гнить то, что вы использовали несколько минут. С 1 января пластик, бумага и стекло здесь, как и на других полигонах, вне закона. Как ни удивительно, из-за этого запрета Семей чуть не утонул в мусоре. Четыре дня здесь не вывозили бытовые отходы. Центр города 2 января 2019 года, время 16.50. Выяснилось, что из 12 компаний лишь четыре подготовились к новым стандартам. Начали сортировать мусор сами или платить за это другим. Остальных на полигон не пустили. Придут, увидят, что мы запускаем на полигон запрещенные виды отходов, нас обязательно хорошенечко взгреют. Не те, кто привезёт, а за то, что я запустил на полигон эти отходы, я буду получать наказание. Через два года в Казахстане запретят принимать на полигоны строительные и пищевые отходы. Рафаил Хазипов уверен, что в 2021 году будет так же, как и в 2019. К запрету снова никто не будет готов. Чиновники признают, пока нет инфраструктуры для сортировки мусора, не будет и его переработки. Решить вопрос должны акиматы. Другая проблема – несознательность самих казахстанцев. Минэнерго даже думают о том, чтобы ввести ответственность для тех, кто выкидывает остатки еды в контейнер для стекла и бумаги. Нормы нету, которая регулирует именно раздельный сборный. За выброс в неустановленных местах, допустим, в подъезде, например, за подъездом, вне бака. На эти нормы есть. Местная полиция, люди могут обратиться в местную полицию, например, если где-то выбрасывают, например, по раздельному сбору, такого нет. Но вопросы рассматриваются. Буту заставлять не надо. Мусор она сортирует с радостью. Собрала уже несколько пакетов. Правда, избавиться от всех сразу трудно. Полиэтилен принимают по одному адресу, батарейки по второму, лампы по третьему. Поэтому на этот раз избавляться идем от стекла и картона. Что, справилась я? Здорово, супер. У нас так много макулатуры получилось. Всё. Стекло и макулатуру она сдаёт раз в две недели. В пункте приёма отходов рады нас видеть. Здравствуйте. 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 Мы принесли вам макулатуру и стекло. Иногда за день сюда приносят почти полтонны отходов, как сегодня. А иногда дело ограничивается одним-двумя килограммами. Картон, который можно переработать, почему-то бросают на ближайшую свалку. За отходы бота получила совсем немного. 20 тенге. Даже проезд не окупишь. Но экологическая сознательность же бесценна. Вот держите 20 тенге. Ой, супер, спасибо. Теперь бота уверена, что её отходы послужат кому-то ещё. Ведь только кажется, что свалки далеко. Мусор способен отравить жизнь, загрязняя воздух, воду и землю. Такова расплата за один выброшенный пластиковый пакет. Юлия Яскевич, Айман Егенбаева, Иван Гончаров. Большие новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова